а вот скажите спорт и политика можно назвать что это на самом деле шоу-бизнес и то и другое параллели провести ну да а почему не можно можно может некоторые прям при слове шоу-бизнес шоу-бизнес почему-то очень многими особенно нашими актерами воспринимается как нечто такое низкое а ведь в шоу-бизнесе есть вот ну смотри посмотрим на некоторых ваших коллег по думе вот я считаю что жириновский просто шоумен номер один при этом немал великий политик да понимаете как кто-то называет это просто харизм и у человека как и у политику как и у актера и у спортсмена если есть харизма то его запоминают среди всех то есть я могу много назвать олимпийских чемпионов двукратных олимпийских чемпионов их большое количество но помнят именно харизматичных людей которые или высказывались или совершали поступки которые в обществе помнят до сих пор или вели себя нетривиальным образом так так что даже через 20 лет через 30 эти поступки уже стали ну некой истории это на может быть как говорят в анала истории записанные уже то что написано пером не вырубишь топором вот и именно таких людей будут помнить и вот здесь и есть параллели между спортом политикой и шоу-бизнесом потому что их сама политика это тоже знаете ли определенный театр я бы так название дело в том что иногда ну допустим если мы я сейчас скажу совершенную ересь в отношении политика то есть я не должен я не боюсь этого говорить потому что однажды так провозгласив хотя бы некий принцип что я ну хоть какую-то определенную честность я должен соблюдать то есть если мы говорим там о неприятии вредных привычек да то есть наверное если человек это говорит то он должен на сто процентов этому соответствовать я же говорю что в компании мы можем себе позволить там какие-то алкогольные напитки то есть я не могу про себя сказать что я на сто процентов выполняю завет сухой режим вот нет такие вопросы задавал мне и бой сын этого почему старше да конечно старшие решить проверить почему вот ты говоришь нельзя пить нельзя курить наркотики нельзя принимать ну допустим а я видел вот выбор там соберетесь на охоте и что-то там выпить и я говорю сынок я свято соблюдал этот принцип до определенного возраста веря на слово взрослым я убедился в том что это действительно если это чрезмерно это определенный вред но когда ты войдешь вот в этот сознательный возраст сможешь принимать решение уже как взрослый человек тогда это будет твое осознанное решение а многие решения ты сегодня принимаешь под воздействием рекламы слов друзей или если тебя там попытаются на слабого взять вот это все не ты это все все изнутри твоя слабость ты еще не не настолько окреп чтобы просто напросто суметь случае чего этому противостоять если ты все таки решишь что-то попробовать тебе должна быть сила сказать на следующий день нет я этого не хочу поэтому всему свое время и во всем своя мера и ну наверное это потому что я воспитывался в семье где не было абсолютного запрета то есть там всегда был выбор но выбору каждому выбору свое время я это прекрасно помню я это очень ценил что мне родители давали этот выбор я стараюсь этот выбор предоставить своим детям точно такие же мысли придерживается моя супруга она им объясняет талдычит то есть они там ругаются на какую-то тему но это сегодня ругаются но там через сколько-то лет галя скажет ты взрослый человек ты волен решать это твоя судьба иди своей дорогой вы сегодня просто не нашел тот миг я понял да дата беседа когда мне не хотелось прерывать разговор то есть я не посмотрел на часы я был готов продолжать еще столько же и это ценно что были новые вопросы которые мне не задавали и мне поэтому было на них интересно обещать